Ола! Привет из солнечной Испании! Меня зовут Назар и рад приветствовать вас на YouTube-канале компании Алегрия. Самый русский город побережья Коста-Бланка, русская столица Испании. Такими эпитетами регулярно награждают город Терревьеха провинции Аликанте. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Попытаемся разобраться в том, откуда такая слава и есть ли у нее плюсы. Начнем с того, что русской Терревьеху называют сами русскоговорящие. По факту, большая часть иностранного населения города – это выходцы из Великобритании и стран Скандинавии. С таким же успехом Терревьеху можно называть скандинавской или английской. Ну а среди местного испаноговорящего населения фразы в духе «столица русской столицы Испании» или «самый русский город Испании», конечно же, не в ходу. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ты отдыхаешь здесь? Да, нет, дело в том, что мой парень здесь. Я из Индии, и здесь на самом деле не очень много людей из Индии. Ты, как это говорится, «пата негра», ты коренная. Да, я местная. Мы по происхождению из Перу, мы перуанцы. Ты отсюда? Я из Соединенных Штатов Америки. Но ты хорошо говоришь по-испански, ты учил язык в Штатах? Нет, нет, я родился на Кубе, потом я играл. А, ты кубинец, да, я кубинец. Ты когда-нибудь слышала, что Теревеха – это самый русский город Испании? Нет, на самом деле нет. Я знаю, что очень много русских туристов в этом городе, но такое я не слышал. Русские? Нет. Я это слышал, но не от русских, а от тех, кто живет здесь из-за большого количества пустых. Нет. А из-за того, что много русских – нет. Нет, я не слышал такого. Нет, нет, нет. То есть среди испанцев такие вещи не говорят? Да, это было раньше так, это был русский город, но я думаю, что в последнее время это уже меняется. Да, есть русские, также есть англичане. Вместе с тем в этом городе вы без труда найдете русские кафе, бары, рестораны, магазины, русскую школу. И, конечно же, агентство недвижимости с русскоговорящими сотрудниками. Прямо сейчас вы находитесь на YouTube-канале самого крупного и самого лучшего агентства недвижимости с русскоговорящими сотрудниками в Торевьехе. Более того, можно с уверенностью утверждать, что бизнес-выход со стран СНГ не только проник во все сферы обслуживания населения, такие как строительство, прокат машин, остальерия, бары, кафе, рестораны, парикмахерские и многие-многие другие. Но и даже уверенно конкурируют, а иногда и вытесняют местный бизнес. Что думаешь о русскоговорящих? Как думаешь, здесь много русских, мало русских, они живут с закрытыми коммунами или они ассимилируются? У тебя есть какие-нибудь знакомые или друзья русские? Да, у меня есть несколько, есть у меня знакомые белорусы, украинцы и русские, и достаточно много, достаточно много в этой зоне. Да, у меня есть несколько друзей русских, и как у всех местных, когда-то приезжает много людей, когда-то меньше людей, но достаточно много русских живет в Торевьехе. Но они ассимилируются? Они живут больше как уже испанцы или все-таки... Ну, я думаю, что они больше... Некоторые, конечно, живут своим кладом, но некоторые и как испанцы адаптируются, конечно же. Я не думаю, что они смешиваются с местным населением. Я обнаружил, что они очень закрытые. Возможно, они не очень много говорят по-испански, и поэтому, возможно, они не смешиваются с местным населением. Но у меня есть русские клиенты, и русские, они очень хорошие. Да, у нас есть друг, у которого есть бар на углу в центре, там, где мы живем, называется «Русский». Бар «Русский» в центре. Там, где церковь. Да, да, да. А, то есть его хозяин русский? Я не знал. Да, там написано «Русский», и он сказал нам, что он русский. Но мы не знаем, на самом деле, русский он или нет, но мы его знаем как русского. Поэтому думаем, что он русский. Мой товарищ по проживанию русский мне нравится. Мне нравится этот культурный обмен с Россией. И как взаимоотношения с русскими? Мне нравится. Я бы хотел, чтобы были более тесные взаимоотношения, потому что эти санкции и прочие ограничения не имеют смысла. У меня был один студент в частных классах, который не очень много говорил по-испански, потому что он не в полку джил. Тебя не атакуют на улице русские? Только я. Почему же все сюда едут? Давайте разбираться. Во-первых, это, конечно же, климат. Я не буду в который раз рассказывать про больше, чем 320 солнечных дней в году. Замечу только, что в 2016 году Всемирная организация здравоохранения признала климат Теревьехи лучшим в Европе и третьим по самым благоприятным качествам в мире. Посему сюда едут люди, конечно же, для того, чтобы насладиться этим климатом практически круглый год. Во-вторых, это развитая инфраструктура. Здесь все близко. Школы, сады, банки, офисы, компании. Все находится практически в пешей доступности. И, более того, расстояние до стратегически важных городов Испании, Теревьехи, где-то в 5-6 часов на машине, и вы в Барселоне, или в Мадриде, или в любом другом важном городе. В-третьих, наличие высокоговорящей диаспоры не такой уж и минус. Особенно в первые годы эмиграции, когда особенно нужна помощь в адаптации, в ассимиляции испанского общества. И посему это может стать большим плюсом. В-четвертых, Теревьеха – это отличное место для инвестиций и начала собственного бизнеса. Как я уже заметил, количество и разнообразие бизнеса, которым занимаются здесь выходцы из стран СНГ, просто невероятное. Ну и, наконец, цены. В то время как в Мадриде или в Барселоне 2,5 тысяч евро будет хватать только на аренду, проезд и на парковку, в Теревьехе на эти же деньги может спокойно жить семья из двух, а, возможно, даже и трех человек, ни в чем себе не отказывая. И примерно то же самое происходит с недвижимостью, которая здесь гораздо дешевле, чем в других регионах страны. Что ты думаешь по поводу количества иностранцев в Теревьехе? Ты думаешь, что это увеличивается количеством или всегда было таким? Что ты думаешь по этому поводу? Я знаю, что Теревьеха всегда была туристическим городом, всегда было большое количество туристов, особенно из Англии и из Востока, из России. Всегда было так, всегда было так. Со временем, что я тут живу, 25 лет назад я приехал сюда, всегда были люди не отсюда, всегда были пожилые иностранцы. Да, всегда было так. Всегда приезжало очень много людей из-за границы, англичане, французы. Мы не очень долго здесь живем, и мы приехали сюда первый раз 15 лет назад, и три года мы уже живем постоянно. И видим, что увеличивается количество иностранцев. Но нам нравится этот мультикультуализм, дает большие возможности повстречать людей из других культур, с другими точками трения, и это очень обогащает. Это очень смешанное комьюнити, очень хорошее комьюнити в Теревьехе. Смотри-ка, я из Картахены, и поэтому то, что касается мультикультуализма, для меня всегда, у меня отрезки дня, меня совершенно это не удивило, я не шокировал в Теревьехе, потому что в Картахене тоже очень много туристов. То есть ты считаешь, что вся зона Костер-Бланка, это очень мультикультуристичная, и тебя ничего не шокирует? Что ты думаешь по поводу мультикультуализма в Теревьехе? Мне нравится. Я разговариваю, я говорю на двух языках, на английском и на испанском, и мне нравится еще больше это. Вся эта смесь всех национальностей и культур. Убедите какие-нибудь друзья иностранцы? Да, у меня есть русские друзья, немцы, французы, абсолютно все национальности. Убедите какие-нибудь знакомые друзья иностранцы? И те, которые сейчас находились здесь? Нет, из Португалии, Германии, из Дании. Шветы, Норвегии и Финни. С верностью можно сказать, что город Теревьеха привлекает наших соотечественников. Умеренными ценами, возможностью говорить на родном языке и климатом. Что касается климата, здесь очень хороший климат, и люди хотят находиться здесь. Очень много испанцев здесь, которые приезжают из Мадрида, которым нравится приезжать на море. И здесь гораздо проще жить в Испании, чем в любой другой стране Европы. И горах дешевле. Я влюблен в Теревьеху. Теревьеха очень хороша, что касается чистоты. И я бы хотел поздравить людей, которые здесь живут, потому что мне очень нравится, нет мусора. Я приезжаю год за годом и вижу, что, скажем так, все лучше. Проживая в Теревьехе, вы не будете чувствовать себя безнадежно оторванным от родины, а процесс адаптации пройдет легче и комфортнее, чем в других городах Испании. Также, вкладывая здесь квадратный метр, вы вкладываете не только в жилье, но и в чудесный климат, счастливую жизнь и успешное будущее. Пишите комментарии под этим видео, если вас интересует недвижимость в Теревьехе и в регионах Орелла Коста, Валенсия, Аликанте и по всему берегу Коста-Бланка. Ставьте лайк этому видео, и я жду вас в следующих видео на канале YouTube Алегрия. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok